Знаете, сколько земли занимают такие свалки только в нашей стране? Более 70 тысяч гектаров. Ежегодно к уже существующим свалкам прибавляются около полутора тысяч гектаров новых, дорогостоящих земель. И если бы это решало проблему? Но ведь свалки — это не только нерациональное использование земельных ресурсов. Они загрязняют местность, а жидкие стоки со свалок, проникая в подземные воды, зачастую еще и лишают окрестные села питьевой воды. Правда, в последние годы мусор не везде просто ссыпают во враги. В Киевском производственном объединении «Киевспецтранс», например, к этому подошли серьезно. Крупнейший полигон для захоронения мусора за пригородным Абуховым — сложное инженерное сооружение. Его основание — многослойное глинистое дно, хорошо задерживающее сточные воды. Территория полигона перегорожена секцией специальными дамбами. Это дает возможность накапливать мусор постепенно. Используя систему дренажных труб, по мере накопления стоков, насосная станция будет возвращать отфильтрованную воду на территорию полигона, предотвращая ее выход на окружающие земли. Но и эта тщательно продуманная система не панацея. Около трех тысяч киевских предприятий и организаций вывозят сюда промышленные и бытовые отходы. Пройдет три, от силы пять лет, и полигон в Абуховском районе будет переполнен. А дальше? Уже сегодня в радиусе ста километров вокруг Киева свободных земель попросту нет. Сегодня во всем мире эта проблема решается с помощью единственно реальной альтернативы. На окраинах, а то и близ центров крупных городов практически всех развитых стран, появились в последние годы мусоросжигательные заводы. Один из них и послужил прообразом Киевского завода по переработке твердых бытовых отходов энергии. Каждые сутки через эту лесовую из разных районов города на завод поступает около тысячи тонн твердых бытовых отходов. Подъездная эстакада с односторонним движением дает возможность без задержки и тучи разгружать прибывающие мусоровозы. Гигантский, надежно изолированный от окружающего грунта накопитель, не просто временное вместилище мусора. Поступающие отовсюду отходы неоднородны и во многом состоят из трудно сгораемых компонентов. Для того, чтобы облегчить их максимально полное сгорание, отходы в накопителе перемешивают. Но вот грейферный кран, управляемый машинистом из изолированной кабины, подхватывает очередную порцию мусора и отправляет его в загрузочную воронку. Отсюда и начинается переработка отходов. Через подающие бункеры отходы поступают на гидравлические мусоропитатели. По мере сгорания они автоматически подают в печи очередную партию мусора. Сжигание осуществляется в четырех мусоросжигательных котлах чирословацкого производства производительностью 15 тонн в час. КОНЕЦ